Друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав Степанов. И именно так вчера поздно вечером в ЭТБ-арена в Москве встречала юбилейную 40-ую победу в карьере Фёдора Емельяненко. 106 секунд понадобилось Фёдору, чтобы сложить 36-летнего Тимоти Джонсона. К этому поединку Емельяненко подходил в статусе андердога. В его успех не сильно верили букмекеры, но он доказал обратное, оправдав, например, ожидания Александра Шлеменко. Мы же быстрый нокаут, короче. Мне кажется, срубит его Фёдор. Привет хейтерам, умникам, которые там орут, что я всё ошибаюсь. Я ничего не знаю. Ребят, ведитесь дальше на своих этих букмекеров и так далее. И буквально осчастливив членов своей команды. Я был в таком восторге, в таком, не знаю, как сказать даже. У меня было просто какое-то счастье, что Фёдор нокаутировал. Фёдор в такой манере деклассировал соперника. И у меня было после боя, а потом пришёл в раздевалку, сел. У меня такое было опустошение, потому что вся команда подралась, все выиграли. И я был настолько счастлив, что даже не знаю, как выходить со стороны. Ну, не знаю, бывает такое в жизни. Прекрасные эмоции. Я очень рад, что Фёдор выиграл. Ну, я приблизительно так и думал, что Фёдор должен, если всё хорошо складывается в нашу пользу, то Фёдор должен выигрывать в первом раунде. Так всё и получилось, слава Богу. Да, Фёдор отрабатывал эту комбинацию правой-левой-правой. И она сработала. С левшами она часто срабатывает, эта комбинация, потому что, как бы, ну, есть такое мнение бытует, что левши не видят правую руку. И тут Федя сделал всё красиво. Он сделал с уклоном, навстречу и жёстко. И это, конечно, очень круто. У Фёдора просто, ну, правда, есть удар, чуйка. У меня такой чуйки нет. Сразу скажу. Я надеюсь, она будет, но вот он правда чувствует. Он умеет поймать этот момент. И вот он это сделал. Просто опыт. И вот вы там говорите, бои с Бейдером, с Митрионом. Там были определённые ситуации, где, ну, было чуть-чуть всё не так. Если вы посмотрите бои передвижения и всё остальное, сейчас в этом бою он двигался, и всё, это было по-другому. Я думаю, в сегодняшней форме, в которой он был, 90% вероятности он бы выиграл и Бейдера. Вот есть какое-то объяснение, за счёт чего он смог набрать такую хорошую форму, несмотря на то, что он стал старше, чем был с Митрионом на целые 4 года? Ну, наверное, я думаю, правильная. На сколько года? Уже на 4 года получается. По последним сбоям с Митрионом, тот был в 2016 году. В 2017? Да. Жизнь, да, боже. А даже в 2017 году? А, в 2017, да? Ну, как вам сказать? Ну, чуть-чуть мы поменяли систему подготовки. Есть определённые нюансы. А я вам не скажу. Но в этот раз он не ездил в Голландию, в этот раз он тренировался? Нет, он с нами тренировался. И всё сработало, да. Наверное, ничего вам не скажу, но вы правильно мыслить. Если честно, после сегодняшнего боя, не знаю, мне кажется, Феди может и с Бейдером, точнее, и Бейдера выиграть, с Бейдером подраться, потому что, если честно, я вообще настолько был в шоке от происходящего, потому что такой соперник тяжёлый, Валентин с ним подрался 5 раундов, 5 тяжёлых раундов каждый раунд. Он забирал, грубо говоря, обдумываясь с головой по очкам, а Федя просто вышел и нокаутировал его. И я даже не знаю, после такого боя можно любого выставлять и может любой получить. Потому что, во-первых, Фёдор очень сильно готовился к этому бою, и мы видели, как он готовился. Он готовился рядом с нами в одной обойме, можно так сказать. Так что, когда Фёдор тренируется, я не говорю, что он там тренировался в прошлой подготовке, плохо или что-то. Но он тренировался в Голландии, и мы не видели, что он там делал. А когда приходишь в зал в 10 утра, а Федя уже в 9.30 там тренируется, как бы иногда внутри что-то ёкает и сжимается, думаешь, блин, вот так вот. Ну и, конечно, огорчив Тимоти Джонсона, который, впрочем, не отказался пообщаться после боя. Как вы себя чувствуете сейчас? Определенно я расстроен. Знаешь, много работы было проделано в этом тренировочном лагере. Я разочарован собой. Геймплан, который построил мой тренерский штаб... Кстати, вот мои тренеры, вот они. Могу я вам их представить? Так вот, мои тренеры поставили план больше передвигаться, держаться на дистанции и наносить удары, когда будет представляться возможность. И потом пару разменов, и всё слетело. Вы видели, что случилось? К сожалению, Фёдор оказался чуть опытнее и быстрее. И думаю, я был несколько раз близок, чтобы достать его своей правой, но... Но он попал прямо в цель. У Фёдора самый тяжелый удар из всех, что вы пропускали по ходу карьеры. Точность. Тут больше точность, чем тяжесть ударов. Опять же, было несколько разменов, и я чувствовал себя неплохо. Понимал, что вроде бы тоже попадают. Конечно, не всегда, но некоторые удары совершенно точно попадали хорошо. Но... Да, да, он бьёт жёстко. Он бьёт как грузовик. Он же нокаутировал меня. Но я думаю, что в случае с Фёдором... Ну, все знают, кто он такой, какой у него удар и насколько он взрывной. И я думаю, что некоторые люди смотрят на него просто как на бойца со взрывом. Но есть ещё и точность. Посмотрите на мою челюсть. Это именно то место, куда ты хочешь ударить, чтобы вырубить или потрясти. И он попал в яблочко. Удивительно, но даже факт абсолютно глухого нокаута не убедил некоторых любителей смешанных единоборств, которые писали... Постанова хорошо сыгранная. Или... Купленный бой, как и с Квинтоном Джексоном. Результат проплачен. Есть ещё у кого ощущение, что это банальный договорняк? Джонсон специально проиграл. Но у Тимати есть хороший ответ скептиков. Некоторые люди в комментариях сейчас пишут... О, это был договорной бой. Что бы вы могли им ответить? Да-да, они правы. Это был договорной бой. Именно поэтому у Фёдора из носа пошла кровь. Ведь я старался бить так, чтобы не нокаутировать его. Знаете, этим людям, похоже, нечем себя особо занять. Нет, это не был договорной бой. Вы видели, как я тяжело бил. Как он тяжело бил. Это не был договорной бой. И что с карьерой Фёдора будет дальше? Есть ощущение, что как минимум один раз он ещё подерётся. Но конкретики пока нет. У нас пока ещё один бой, по идее. Но будем со Скоттом разговаривать, конечно. И вышли. Хочу домой. Я очень-очень, очень-очень. Я отсутствую. Почти два месяца. И буду с ними решать этот вопрос. Дальше продолжение. Ну и со Скоттом. Отмана импидатора. А вы посмотрели бы ещё хотя бы один бой Емельяненко? Давайте обсудим в комментариях. Всем счастливо. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...